Азиат 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 считают, что в MMORPG может быть весело и тому, кто не особо жалует PvP и всякие гильдийские разборки. Если вы просто хотите приключений, пожалуйста, они здесь есть. Понятное дело, что Forsaken World это далеко не Skyrim, но для онлайнового проекта здешняя PvE-составляющая весьма неплоха. Впрочем, жаждущим PvP воздастся. Хоть создавалась игра и для европейцев, но создавали таки ее азиаты, а они знают, что в том числе у нас, в России, к сражениям между игроками особое отношение. Если в MMORPG нет возможности хорошенько подраться, то такой проект могут и забраковать. Начну с того, что в Forsaken World есть некоторые места, где нападать друг на друга запрещено. Островки безопасности, потому что в целом по миру можно свободно атаковать любых оппонентов. Да, заработать статус ПК здесь возможно, и как и было в Lineage 2, такие герои получают красный ник, и непривязанный шмот с них при смерти падает гораздо лучше. Но для тех, кто любит более организованные потасовки, есть битвы на аренах 3 на 3 и 6 на 6. Можно подавать групповую заявку с друзьями или надеяться на удачный рандомный подбор пати. Но правда сражения пока там без изысков, надо просто перебить команду противников. Немного однообразно, зато призы за сражения жирные. Мы получаем рейтинг, а рейтинг позволяет покупать отличные сеты брони и оружия. И кстати, забавный факт, арены доступны только с 21.00 и не во все дни. Сделано это потому, что в Forsaken World огромное количество всяких инстансов и подземелий. Поэтому, чтобы попасть одним ивентом в прайм-тайм, требуется иногда подвинуть другие. Для разнообразия. И важно то, что награды за разные ивенты тоже различаются. Так что игрок может выбирать приключения на свою голову, в зависимости от того, в чем он в данный момент больше всего нуждается. В опыте, в редких материалах, оружии или амуниции. Ну а в самих сражениях участвуют весьма интересные представители мира Forsaken World. Ввели, например, создатели необычную для фэнтези расу полулюдей-полубогов Виспериан. Одна из возможных специализаций которой — вампиры. Причем это какие-то странные вампиры. Они очень любят кресты и всячески стараются таскать их с собой. Есть в игре и другие интересные классы. Например, бар. Каждое его умение — это нота, в которой он играет на музыкальном инструменте. Если правильно подбирать ноты, то рождается мелодия, которая может усилить товарищей или ослабить врагов. Так что игрокам приходится использовать умения в определенном порядке и из одной мелодии переходить в другую. А вышеупомянутые уже вампиры способны трансформироваться в разгар боя в летучих мышей или превращают собственную кровь в магическую субстанцию, используя ее для смертоносных заклятий. Кроме того, при желании они могут жертвовать частью своей силы, чтобы поддержать раненых союзников. Такой вот универсальный класс. И знаете, это действительно здорово, что MMORPG подбрасывает такие сюрпризы. Да, Forsaken World во многом использует старые наработки и в целом игра напоминает то, что мы уже видели. Но в ней достаточно много необычного и интересного. Для меня стала сюрпризом игра за барда. Было очень приятно оказаться на карнавалах и походить по подземельям, не просто уничтожая там мобов. И да, Forsaken World распространяется по системе фри-то-плей, причем здешний фри-то-плей очень щадящий. Разработчики настаивают, что практически все, что дает какие-то игровые бонусы, можно получить и бесплатно. А деньги при этом вкладывать только для увеличения удобства или же для всяких штук, делающих вас красивее. Ну и на этом все, друзья. С вами был Кирилл Орешкин, портал StopGame.ru. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok